Пенсионер МВД Алексей Зверев в конце 90-х, начале 2000-х работал начальником отдела по борьбе с убийствами. В стране происходил передел собственности, разгул бандитизма и полицейским приходилось особенно непросто. Бандиты устраивали перестрелки посреди дня, убийства случались ежедневно, в стране процветал рэкет. Новые времена бросают новые вызовы. Сегодняшние преступники предпочитают руки кровью не марать, обманывают своих жертв онлайн и по телефону. Сложно работать в полиции, особенно сотрудникам уголовного розыска и тем, которые, как правило, говорят на земле, территориальных органах. Тем более в настоящее время там так много преступлений, связанных с IT. Хорошо, что есть желание работать у тех ребят, которые приходят на смену ветеранам и пенсионерам, скажем так. Хорошо, что есть еще желание тех ребят, которые хотят работать в рядах внутренних органах. Неизменным остается одно – сотрудники полиции стоят на страже порядка, рискуя жизнями. 352 сотрудника органов внутренних дел Самары погибли при исполнении служебных обязанностей. 273 отдали свой долг и потеряли жизни в годы Великой Отечественной войны. В пожаре 10 февраля 1999 года погибли 57 человек. 22 сотрудника погибли на Северном Кавказе. Жизни 10 ветеранов МВД унесла спецоперация. 8 ноября – в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые отмечают по всей России. Цветы к вечному огню возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, действующие сотрудники полиции и ветераны. Сегодня мы по сложившейся на Самарской земле традиции, в преддверии Дня работника органов внутренних дел. Собираемся здесь, чтобы почтить память погибших товарищей, погибших при исполнении служебных обязанностей. И, вне всякого сомнения, судьба каждого из них является сегодня и примером высокого служения. Служения своей Родине, нашей Великой Отчизне, служения людям. Они остались честными перед собой, перед людьми до конца, верными присягами. Сотрудник полиции – непростая профессия. На переднем крае борьбы с преступностью. Ежедневно, ежечасно он сталкивается с опасностью и должен быть готовым и отдать здоровье, если понадобится, и жизнь. Задача нынешнего поколения действующих сотрудников полиции, чтобы эта память жила. Задача в нашей повседневной работе, работе с молодежью, чтобы кадеты, все молодые сотрудники помнили эту славную историю самарской полиции. Помнили имена тех сотрудников, которые отдали самую дорогую жизнь. Сейчас перед сотрудниками полиции стоят новые задачи в зоне специальной военной операции. Виктория Шарая, Игорь Казановский. События.